Тема урока «Средняя арифметическая. Размах и мода». Давайте рассмотрим пример. Ежедневно в течение 10 дней в полдень измеряли температуру воздуха в градусах Цельсия и получили следующие данные. Пользуясь этим рядом, мы можем определить среднюю температуру воздуха, наблюдаемую в течение этих 10 дней. Для этого мы сложим 10 указанных чисел и разделим сумму на 10, то есть на количество слагаемых. Выполним вычисление и получим 25, то есть средняя температура равна 25 градусам Цельсия. Число 25 называют средним арифметическим рассматриваемого ряда чисел. Сформулируем определение. Средним арифметическим ряда чисел называется частное отделение суммы этих чисел на число слагаемых. Таким образом, умея находить среднее арифметическое ряда чисел, мы можем найти средний расход холодной воды семьей в течение года, средний балл ученика за четверть, среднюю урожайность пшеницы за последние 5 лет и так далее. Вернемся к нашему примеру. Обратите внимание, что температура воздуха в некоторые дни существенно отличается от 25 градусов Цельсия, то есть от средней температуры. Так, самая высокая температура равна 30 градусам, а самая низкая — 19 градусам. Найдем разность между наибольшим и наименьшим значениями и получим 11 градусов Цельсия. Говорят, что размах ряда равен 11. Определение. Размахом ряда чисел называется разность между наибольшим и наименьшим из этих чисел. Размах ряда находят, когда хотят узнать, насколько велик разброс данных в ряду. Так, например, в нашем примере размах ряда показывает колебания температуры воздуха в течение 10 дней. Но кроме среднего арифметического и размаха ряда данных, нас может заинтересовать вопрос, какая температура воздуха чаще всего устанавливалась за 10 дней. Заметим, что чаще всего в нашем ряду встречается число 25. Это число называется модой рассматриваемого ряда. Сформулируем определение. Модой ряда называется число, которое встречается в данном ряду чаще других. Стоит отметить, что ряд может иметь более одной моды. Например, в следующем ряду две моды, числа 9 и 17, так как они встречаются по два раза, а остальные по одному. Также ряд может и не иметь моды. Например, в данном ряду моды нет, так как каждое число встречается только один раз. Моду ряда находят, когда хотят выяснить некоторый характерный показатель. Например, удобно воспользоваться этим показателем при изучении спроса покупателей на мужскую обувь, чтобы определить, какой размер самый популярный. Рассмотрим еще один пример. Ученик в течение четверти получал по математике следующие оценки. Найдем для этого ряда среднее арифметическое, размах и моду. Но давайте сначала составим из этих данных упорядоченный ряд чисел. Упорядоченный ряд чисел — это ряд, в котором каждое последующее число не меньше или не больше предыдущего. Мы же упорядочим числа так, чтобы каждое последующее было не меньше предыдущего. Обратите внимание, что число 3 повторяется 2 раза, 4 повторяется 9 раз, и 5 тоже повторяется 9 раз. А поэтому при нахождении среднего арифметического сумму можем записать вот таким образом. Теперь выполним вычисление и получим 4,35. Найдем размах ряда. Для этого мы от наибольшего числа, то есть от 5, отнимем наименьшее, то есть 3, и получим 2. Данный ряд имеет две моды — 4 и 5, так как каждая из этих чисел встречается по 9 раз. Посмотрите, среднее арифметическое ряда чисел может не совпадать ни с одним из чисел ряда. А вот мода всегда совпадает хотя бы с одним из чисел. Причем, если среднее арифметическое мы можем найти только для числового ряда, то понятие «мода» относится не только к числовым рядам. Например, проведя опрос группы людей, можно определить, какой из видов спорта более популярен. И модой будут служить те ответы, которые чаще всего встречаются. Рассмотренные на уроке характеристики среднее арифметическое, размах и мода применяются в статистике. Статистика — от латинского слова «status», что означает «состояние, положение вещей». Это наука, которая занимается получением, обработкой и анализом количественных данных о разнообразных массовых явлениях, происходящих в обществе и природе. Основываясь на примерах, которые мы с вами рассматривали на уроке, можно сказать, что статистика используется в различных сферах деятельности человека.